добрый день уважаемые трейдеры сегодня 29 сентября вторник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании instaforex логотип который вы на ежедневной основе видите у меня за спиной итак сегодня у меня пару статей фундамент и техника фундамент по по фунту ирландия и на этот на эту статью я склеил изображение нескольких интересных персон один из них это конан макгрегор страна которого сейчас является камнем преткновения между соглашением по brexit между ес и великобритании вот ну и по евро доллару сегодня идею мы рассмотрим уже на графике давайте перейдем посмотрим что сегодня интересно потрейдить и так так золото золото вчера я рекомендовал посмотреть золотишко сложного пробоя на обновление вот этих двух дней но вчера произошел мощный импульс шланговый который не обновляя двойное дно обновил двойную вершину по пятнице и понедельнику и сейчас торгуется выше то есть хорошему счету не было хорошего отката для захода ну и также при наличии еще не снятой площадки покупателей в принципе двойная вершина отработалась с захватом правда одного дня что тоже кстати неплохо вот пока пока ничего новенького по этому инструменту нет то есть интрига между скажем так таком микро аукционом между четвергом и вернее между пятницей и понедельником она уже эта интрига разгрузилась через верх поэтому здесь новых идей пока нет что не сказать про пару евро доллар которая сегодня отработала мой вчерашний прогнозик по росту на захват такой же абсолютно площадки как и по по золоту то есть вчерашние вчера я давал идею какую что если на америке будет заброс вниз покупаем на захват вот этих трех дней плюс еще рядом 117 о чем если написал статье можно поддержать на на пробой 117 что круглый уровень соответственно при смотрите то есть инициатива откат стоп 35 тейк 1 45 на пробой кругляка уже под 60 есть что это очень хорошая идея ну вот и надеюсь что вы отработали я смотрю по чату и по форуму ребята в эту идею с огоньком запрыгивали где контр трендовая но фишка в том что здесь мы охотились за стопами трех дней плюс еще круглый уровень но и использование инициативу и откат на европе на америке который даже от общей дневной инициативы был на полтиннике отлично отлично от тестировала я очень люблю такие тренды потому что они технически грамотные понятные и легко воспроизводимые в будущем поэтому еврик у нас обновился еще не до конца я думаю 17 уровень тоже мы пощупаем и в принципе больше здесь пока ничего интересного нет кто-то сейчас кричит о том что тренд развернулся кто-то говорит что это откат по тренду и дальше будет падение я здесь ничего не вижу поэтому торговать после пробой 117 я этот инструмент пока не буду британец британец после вчерашней своей инициативы продолжают пока флетить с точки зрения дневок и они первичные я здесь ничего новенького не вижу я думаю что многие аналитики сейчас нарисуют такую трендовую линию либо какой-то канальчик вот и будут в рамках него рекомендовать продавать от верхней границы в рамках нисходящей тенденции британец инструмент трендовый вполне может прокатиться вниз напоминаю что сейчас идут дискуссии по поводу того что делать северной ирландии с границами и собственно идут спорами между ес и британией о том как организовать организовать пограничную зону для товаров которые могут попадать в великобританию через ирландию которая продолжает находиться ставить с хотя это в принципе все по большому счету одно большое государство поэтому проблем у них там хватает и борис джонсон пока не уступает на этом фоне могут быть сильные забросы я не удивлюсь если британцы забросят сюда по 27 и и там бы можно было уже посмотреть о серьезных лангах но пока не отсюда многие могут сказать что вчера был закупочный импульс хороший что это все здорово можно покупать но я пока не вижу здесь ничего позитивного с точки зрения того что американцы вчера в чистую продали вот и даже середины от этого импульса теста еще не было он будет на двадцать восьмом уровне поэтому но если британец опуститься вот в эту зону на приор местного масштаба но отсюда еще как-то рентабельно посмотреть ланги как минимум до вот этой части но при этом стоп у вас будет сотка от их будет 200 рентабельность два к одному и это интересно но опять же время сейчас накаленное новостями британскими поэтому подождем что произойдет в течение дня или будет ли хорошие забросы в эту зону и будут ли американцы откупать на своей сессии чего они не сделали вчера доллар иена доллар иена также на местном ослаблении американского доллара которая вытолкнула евро доллар наверх потихонечку приостанавливает свой победоносный рост вот с этим инструментом нужно торговать пошире вот я смотрю позитивно на роль американского доллара в этом инструменте и приобрел бы доллар и за иены где-то по 100 4 760 800 из этой зоны тогда будет интересно то есть в этой зоне инструменты не рентабельно покупать что очень дорого так что касается наших кроссов кросс пока без изменений австралийские кроссы не трогаем с лист новозеландец отвечая на вопрос на youtube канале не покупаем не трогаем его вообще вот я видно вчера говорился австралийс новозеландец зона покупок продаж находится вот здесь ну или в принципе от перехая года до на 3 х месяца до перехая даже 18 года вот эта зона продаж по этому инструменту почему потому что если смотреть слоев здесь 10000 пунктов по пятому знаку если будет пробой это будет уже 12 там и так далее то есть это хорошая зона набрать от вот этих круглых уровней по 50 пунктов то есть между ними будут по две сделки шарты на возврат вот у меня здесь вот нарисован уже там старый план где я жду этот инструмент покупать его здесь но в одну сторону не стоит и его можно потребить в обе стороны обычными ланами либо илана подобными советниками он хорошо дает но если хотите набрать односторонние сетки руками стоит надо только после пробоев ключевых экстра умов желательно в рамках предыдущей тенденции чтобы обеспечить себе максимальный проход соответственно наиболее вероятный откат что касается наших инструментов с франком доллар франк также торгуем сетками откатывает я надеюсь что это откат такой вот временный мы увидим продолжение роста доллара против франка как минимум до 94 уровня канадец франк пока мы тоже не трогаем так инструменты с иеной кроссы с иеной напоминаю для тех кто смотрит первый раз все кроссовые инструменты мы работаем сетками то есть небольшими объемами с шагом 50-100 пунктов по четвертому знаку против сильных движений я рекомендовал франк иену набрать в ланге через 50 пунктов на обновление 118 и за 118 набрать уже сетку шартов на возврат принципе план силе держим доллар канадец также доллар слегка подваливает ближайшие цели для шартов это вот эти два дня то есть представьте что если вы покупатель в этом инструменте скорее всего будет стопиться только только за эти минимума и вас я думаю сегодня с огоньком вынесет с другой стороны насколько рентабельно это сделка то есть 37 против на 50 я не думаю что это рентабельно но как минимум не не попадитесь в эту ловушку как говорит герчик засаженные покупатели вот в этом флете сейчас будет стопиться только в одно место и эти ловушки сожалению захлопываются не в пользу последних поэтому будьте внимательны если вы хотите купить этот инструмент я не знаю по какой причине то сделать надо только после ложного пробоя вот этих минимумов иначе вы поставите стопы туда куда и все поставят на как вы знаете процент выигрывающих трейдеров на рынке очень невелик ну и слабость американского доллара отражается также через австралийский новозеландский доллар и тут астана восстанавливающие такие истории вот но я думаю что это все временное временные откаты и как минимум в новозеландском долларе уже было бы интересно поработать с отката третью волну вот таким вот образом есть первые цели вот и не люблю этот инструмент вот он проще отработать отрабатывать долларовые идеи через евро доллар через золото но посмотрим что здесь будет то есть я черчу свои планы и потом смотрю какие каким образом рынок подходит в эту зону на каких скоростях и что он там нам нарисует нефть нефть трехволновочка пока не разгружает состоит флейтит вот но я думаю что не должна подвалить вот единственное что не наваливайте объемы на нее сильные инструмент такой час вялый вот но идея на продажу была у нас точки зрения еще и фундаментального анализа в том плане что все-таки вторая волна пандемии затронет и спрос на нефть в том числе и мы можем увидеть падение нефтяных котировок так давайте посмотрим вопросы на youtube канале по вчерашнему видео так виктор спрашивает нужно поделиться видео по разгону депозита напишите почту я вам отправлю так марат мурат рк штука рк республика к казахстан или что это день работников атомной промышленности берем да так отлично solar говорит тоже держу сетку ауди кат и доллар франк если честно задолбался держать полгода фактически ну да друзья мои но с сетками так дело в том что среднее время удержания позиции по сеткам в обычное время от месяца до трех сейчас вот рынок растянулся после этих всех коронавирусных историй ну вот и и вот торчим дольше но я считаю это хороший опыт потому что дальше опять рынок соберется в кучу на начнутся флэтовое движение сетки будут огонь просто плюсовать огонь и вот начиная нам с 14 по по 19 год включительно сетки очень здорово очень здорово дают вот но если вы посмотрите даже рейтинги пам счетов различных брокерских компаний и увидите такой график графики доходности ровненькие с импульсами просадок это сто процентов работает сеточник и они самые долго играющие самые долгоживущие и но привлекательные с точки зрения инвесторов потому что инвесторы ведутся на вот эти ровненькие графики доходности которые дают сеточная стратегия то что сейчас под зависла но да это хороший опыт на то чтобы понять насколько это может затянуться с другой стороны оценить возможности торговли на без своповых счетах я надеюсь что они у вас в эти возможности есть ну и с другой стороны понять что кроме сеточного метода на счете до должен быть еще и другой метод для его хеджирование либо для принципе диверсификации между стратегиями для того чтобы там если сетки висят то вы плюсуйте руками к примеру если руки не плюсуют там плюсуют сетки и таким образом получается баланс из двух либо лучше даже трех стратегий я считаю это правильно и прибыльно так станиславкая логика австралист новозеландский доллар я сегодня пояснил не трогаем этот инструмент ждем когда он улетит повыше там были продавать так или нур говорит спасибо золото отработало золото отработало но там не было отката хорошего то есть опасно было прыгать так павел спрашиваю здравствуй спасибо так у одного товарища видел как он держал локи и не парился их раскрывать сумма была было миллиона долларов потом объяснил что фишка свопах он на них зарабатывает было давно ну вы знаете много разных людей на свете есть и есть стратегии основанные на на свопах есть стратегии основанные на возврате спреда и и причем только на нем и ни на чем другом и в принципе это все здорово но с другой стороны если человек залокировал там 2 миллиона и через время ему нужно будет их вытащить то ему рано или поздно придется раскрываться раскрываться это значит надо включать голову технический анализ чтобы избавиться от убыточных позиций и это может потом не эти свопы могут не перекрыть те минуса которые могут появиться после неудачного раскрытия замков вот я свое время в одной компании специализировался именно по разруливанию вот этих замков убытков то есть мне давали таких клиентов которые попали в сложные ситуации в торговые вот и чтобы они не ушли из компании я их консультировал по поводу того как разрулить их позиции либо там как восстановить их счета к примеру если они там попали в какие-то серии неудачные и что скажу вам были случаи даже когда вот эти свопы не то что не зарабатывали они наоборот убивали депозит то есть был случай у меня один когда клиент сидел в позиции несколько лет принципе объем позиции был небольшой вот и на состояние счета он особо не влиял но отрицательные свопы которые набегали в том числе и двойные при переходе с пятницы на понедельник они потихонечку жирали счет и он просто кончился на самом деле со свопами очень непростая история вот я недавно обладался с одной очень крупной компании я не понимал как они начисляют своп по газу потому что это просто просто они они просто начисляют его как хотят да то есть написано в спецификации что своп одного размера и он определенного направления грубо говоря плюс либо минус но по факту когда держишь позицию получается совсем другие числа и даже направление плюс на минус и в итоге после многочасового общения там со всеми специалистами этой компании я понял что они начисляют своп также как его и списывают так как захотят то есть связи с конъюнктурой рынка ну обычно дело как состоит допустим если там рынок падает вот как правило и вы покупаете то вы покупаете против тренда свопы вот именно у них они положительные другую сторону отрицательная то есть торгуете против тренда у вас как бы поощряют торгуете по тренду с вас снимаю вот но у меня были позиции длинные по по газу мы с вами я рассказывал держали и в принципе меня устраивало спец ну свопы по спецификации но по факту они были вообще другие вот и и причем утром у меня свопы положительные а к вечеру на этом же счете я открываю они уже все отрицательном что мне было много позиций и это бросалось глаза и меня это просто бесило я ушел с компашки но я имею ввиду я там не торгую поэтому поэтому если свопы для вас принципиально и сразу сразу смотрите как компания с ними работает потому что пишут одно делать другое вот но что мне нравится вот в инстафорк что можно открыть но если вы именно сеточные истории используете просто счет без начисления свопов все и не надо никаких справок с мечети то мусульманских счетов намазов там коранов и так далее просто галочку поставили при открытии счета счет без начисления свопов и никакого геморрой не будет у вас так что у нас в принципе у нас все да ну поэтому павел я к этому отношусь скептически на этом у меня все берегите себя контролируйте риски и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока